Бывшие сотрудники свинокомплекса Агроэнерго обратились в следственные органы. Они уверены, что новое руководство предприятия преднамеренно уничтожило поголовье в 40 тысяч свиней. В Краевом Минсельхозе также считают, что владельцы целенаправленно развалили некогда успешное предприятие. Напомним, что Агроэнерго закрыли в начале сентября прошлого года, а бывшим сотрудникам до сих пор не выплатили зарплату. Тему продолжит Любовь Краснослободцева. Сейчас на территории свинокомплекса работают только два охранника. Увидев нашу съемочную группу, одна из сотрудниц начала звонить начальству. Сергей Висанович, тут телевидение приехало. Губерния. Узнают, платят нам или нет. Наш начальник сказал вас выгонять и никакого интервью не давать. Почему? Ну, потому что нас накажут за это, если мы дадим какое-нибудь интервью. Тем, кто еще работает, общаться с прессой запрещено под угрозой увольнения по статье. Но бывшие работники Некрасовского свинокомплекса молчать не могут. Сегодня они рассказывают, что работодатели до сих пор не выплатили им долги по зарплате и пособия по сокращению. Люди год работали бесплатно. Где такое видано? Чтобы у нас в стране работал человек бесплатно год. Вот мы что, рабы? Почему нам не отдают то, что мы заработали? Это полное нарушение. Прокуратура дремлет. Хотя суды уже прошли все. А люди как не получают. Есть решение суда, что люди должны, как бы они выплатить за должность по зарплате. Но этого нет. Люди не получают ничего. Никаких переводов нет на карточке. Крупнейший свинокомплекс в Хабаровском крае начал умирать в 2017 году, когда у предприятия появился новый владелец в лице компании «Велес». Новое руководство ограничило поставки комбикорма для свиней, а также витаминов и необходимых лекарств. Следствием стал массовый падеж скота. Ежедневно в Некрасовке гибло около тысячи животных. В марте 2018 года эти кадры разошлись по всей стране. Это падеж за два дня, субботу и воскресенье, на предприятии «Агроэнерго». Умирает очень много. В 2017 и в 2018 году сотрудники «Агроэнерго» не раз обращались в правительство Хабаровского края, чтобы местные власти спасли свинокомплекс и приняли меры в отношении руководства за убийство 40 тысяч животных. Но в начале сентября на убой отправили последних свиней, отключили электричество, а предприятие закрыли. Сейчас в Краевом следкоме проходит закрытое совещание по «Агроэнерго». Его главная тема – жестокое обращение с животными. Нам удалось узнать, что у следователей появилась информация. Возможно, убийство тысяч свиней было запланировано владельцами еще при покупке свинокомплекса в 2017 году. На данный момент нет информации, будет ли следственный комитет проводить проверку по факту преднамеренного убийства скота на «Агроэнерго». В правоохранительные органы обратились бывшие сотрудники свинокомплекса. Они утверждают, что новым владельцам нужен был только комбикормовый завод при «Агроэнерго». А с виноводством они заниматься не планировали. Вот те владельцы, которые были компанией «Агроэнерго», если я не ошибаюсь, они останутся владельцами? Ни в коем случае. Компания «Агроэнерго» стала банкротом раньше, чем она обанкротили компанию «Агроэнерго». Будем работать над тем, чтобы восстановить комплекс, который был в Некрасовке. По словам министра сельского хозяйства Александра Шкурина, восстановление свинокомплекса «Агроэнерго» начнется с открытия репродуктивной фермы. Любовь Краснослободцева, Сергей Демьяненко и Виктор Казаров. Телеканал «Губерния».